Привет, это я. Пришло время записать это видео, которое я хотела записать уже долгое время, в напоминании о том, что наши мысли материализуются, и однозначно через год, через два я забуду то, где я была сегодня, и что, какие обстоятельства, какие ситуации со мной случались, как я на это реагировала и как это всё проходило. Сегодня день начался очень-очень необычно, и было реально очень сложно. Я расскажу, почему, но сейчас я хочу показать, где мы живём. Мы живём в прекрасной квартире Торонто. Наши друзья, даже не друзья, а просто люди, которых одного хозяина мы даже не знаем, а второго парнишку мы знаем очень давно, мы когда-то порекомендовали ему два года назад, полтора года назад податься на программу в Канаде. Он подался после нас уже и получил визу и приехал год назад. И сейчас работает. И вот именно в это время, когда мы здесь, вчера ему сообщили о том, что по тем результатам медицинского осмотра, который он предоставил в свою компанию, ему надо менять работу. И он сейчас в поиске своего пути. И это настолько символично, что так получилось. Но дело не в этом. Я хочу показать, где мы живём. Не знаю, можно ли повернуть камеру. Здесь комната, небольшая, очень небольшая комната парня, который хозяин этой квартиры. Ну, то есть он тоже её снимает, но снимает уже практически 12 лет. Его зовут Алексей, Лёша. Здесь санузел. Такая ванная. Мы только что пришли с йоги, позанимались. Вот это кухня. Остров. Вчера утром, вчера вечером съели арбуз и практически не спали ночью. Все. Вот это комната, которую нам предоставил наш друг Сергей с прекрасным видом. Каждое утро я просыпаюсь и смотрю на город с высоты птичьего полёта. Вот она, такая красота. Канадские джунгли бетонные. Это гоняшик. Вот он же. Палочки. Наши вещи. Вот так вот мы путешествуем. Вот так. С вещами. Идём дальше. Здесь спит Серёжа. Он оставил нам свою комнату. И сам спит в холле. Это место столовая. Кухня с островом. И балкон, на котором иногда курит хозяин. Но у него сейчас нету два дня. Он на рыбалке. Скорее всего, сегодня приедет из-за дождя. Вот такой вот вид открывается. Так вот, к чему я всё это рассказываю. Сейчас я сяду и хочу тебе, тебе напомнить о том, какой был сегодня этот день. Сегодня у нас 29 июля 23 года. Мы находимся в Торонто. Рядом с нами Роджер. Роджерс Центр. И вся красота даунтауна Торонто. Вчера вечером мы ходили гулять. Взяли талончик на парковку для нашего автомобиля в этом здании. Прекрасно. И решили не ставить этот талончик. Потому что у нас есть предыдущий. На лобовое стекло нашего автомобиля, как это принято ставить. И утром мы пришли и обнаружили жёлтый тикет. Хотя при этом мы шли заниматься йогой в спортзал. Так, чтобы сказать, что занятие йогой было сложным, это вообще ничего не сказать. Вот это внутреннее состояние, переключение себя из материального мира в духовный, это большая практика. И где-то на третьем-четвёртом кругу йоги ты включаешься в процесс дыхания, в процесс самопознания, самоощущения. И мирские проблемы переходят на второй план. Вчера сын Андрюша в телефонном разговоре нам сказал, что он пересчитал всю зарплату, которая ему пришла. И выяснил, что ему недоплатили 300-400 долларов, ну то есть за какой-то период. И он понял, что за деньгами надо смотреть. В нашем понимании есть разные категории людей. За деньгами надо смотреть, но в то же время они приходят столько, сколько надо, на то, на что надо. Художники не могут жить в муравейнике, выполняя муравийный труд. Это закон, это вселенский закон. И рассчитывать на то, что человек не сделает свою работу, если это его работа, рассчитывать на то, что человек не придёт и не поставит тебе штраф или предупреждение на твой автомобиль, в этом муравейнике нельзя. У каждого здесь есть своя работа, свои права и обязанности. Это не так, как у нас. Это не то, к чему мы привыкли. Кто-то может не прийти, как-то пофигистически к этому относиться. Нет, если ты имеешь работу, у тебя есть обязанности. Ты обязан выполнить эти обязанности. И всё. Не положил квиточек, билетик на лобовое стекло или положил с прошлым номером, как мы это сделали, с прошлого дня номером. Получи, пожалуйста, жёлтый билетик. Мы закончили нашу йогу сегодня. Пришли наверх, поднялись к охраннику, рассказали ситуацию, спросили, каким образом мы можем позвонить куда и как мы можем доказать, что у нас был билетик на этот парковочный талон на этот день, на эту ночь. Мы просто не поставили его, остался старый, прошлодневный. На что он сказал, как называется ваш талон, ну, жёлтый талон, жёлтая карточка. Если это fine, то это штраф. Если это warning, то это предупреждение, чтобы вы в следующий раз не сделали точно такую же ошибку. И это очень серьёзный урок, он очень непростой. Мы пережили прям вот очень сложный... Я про себя говорю. Ты помнишь, запомни это, как ты пережила это утро, как тебе было сложно включиться и понять, что ты находишься в муравейнике, и ты всё равно в этом муравейнике должна идти по своему пути, по своему пути. Ты этот путь выбрала, ты чувствуешь, ты знаешь, что рано или поздно этот путь приведёт тебя туда, где ты должна быть, а может быть, не ты, а может быть, на этом пути окажутся другие, но он притянет к себе тех, кто почувствует то, что чувствуешь ты. Я знаю и верю, что наш этот путь через Канаду, через 10 тысяч миль, он даст ещё нам очень много инсайтов. Сегодня утром часть наших вещей, которые мы оставили в Катаре, благополучно нашей подругой Виточкой были отправлены в нашей любимой шейхе, в сторич. Вот. И сегодня часть вещей Дохи тоже объединилась. И точно так же сегодня утром одна из наших знакомых шейх отправила мне голосовое сообщение о том, что они о нас думают, скучают по нам. И это безгранично приятно, потому что мы тоже, частичка нашего сердца осталась на Меделысте. Частичка нашего сердца осталась в Китае, в Гонконге, в Таиланде, в Индии, во Флориде, в Украине, в Италии. И жизнь настолько непредсказуема, жизнь настолько интересна. Где ты будешь через год? Где? Где это сообщение, которое ты сейчас загрузишь, тебя найдёт через год? Оно будет невидимо, никто не увидит его. Оно появится, как напоминалка тебе через год. Вот такой вот арт, дорогая моя. Через время и пространство. Музей человеческих целей. Куда эта цель приведёт нас? Ну, однозначно, куда-то приведёт. Начинать всегда тяжело. Когда этого нет, когда нет прецедента, конец связи. На сегодня утро. Пока. Увидимся через год.